Олег Геннадьевич, помогите, пожалуйста. Начинается то же самое. Жена, что не по её, сразу обижается и пытается выяснять отношения. Не приходится держаться от неё подальше и молчать неделями или уходить в другую комнату, иначе постоянно видеть это обиженное лицо невозможно. У нас два маленьких сына. Жена постоянно упрекает меня в том, что я не участвую в их воспитании. Хотя я их люблю, но не могу, как женщина, постоянно трепаться рядом с ними. Когда нужно, я озабочусь о них, но я не могу бегать за ними, как она, и постоянно, но я по-другому немножко их воспитываю. Она постоянно считает, что их не воспитывают. Я для неё стараюсь сильно очень, потому что постоянно работаю, приношу ей деньги. Она этого не замечает, привыкла уже. Я не могу подходить каждый раз и милиться с ней первой, потому что мне очень тяжело потом выслушивать её эти все обиды. она как будто привыкла к этому, и, зная, что я буду отстраняться, постоянно мне об этом намекает. Я хочу, чтобы у нас была крепкая, дружная семья. А она очень часто эмоционально выводит меня своими обидами и глупостями. И говорит мне, что ты очень равнодушный, постоянно тебе всё равно и так далее. Мы в браке состоим 4,5 года. Как прекратить такое поведение жены? Люди говорят, что люди в страсти живут в двойственности. Что такое двойственность? Эта двойственность, это когда человек вообще не видит другую сторону медали вообще. Он варится только в своей, как вот этой калоши, и он вообще не понимает характер близкого человека. Вообще даже близко. Почему? Потому что человек в страсти, он настолько поглощен своими обидами, своими разочарованиями, что это состояние оскверняет отношения и не может сделать гармонию. Когда мужчина с женщиной, просто женщина простила мужу, седла рядом с ним и начала просто спокойно. Мой дорогой, неужели вот всё, как Олег Геннадьевич сказал, и я действительно тебя вывожу своим напряжением психическим. И если он действительно будет как бы спокойно себя вести, потому что они оба в страсти, он скажет, да, вот всю жизнь мне так тяжело с тобой. Мне приходится уединяться, потому что ты же воздействуешь на меня психически очень сильно. И так далее, понимаете? И вот эта идея постоянно поменять близкого человека, она, это идея страстных людей. Потому что страстные люди, они не знают, что они греховные. Они считают себя хорошими, все люди в страсти. Греховные мои близкие, я хороший человек. Они близкие, они греховные. А когда человек из страсти переходит в невежество, он вообще думает, оказывается и мои близкие хорошие, и я хороший. Нас просто сглазили соседи. Это уже невежественная идея. Или страна у нас плохая. В Красноярске живем, поэтому вся фигня и началась. Город плохой. Это уже невежественная идея. Страстные идеи виноваты мои близкие. А невежественные это глобальные какие-то. Или нами управляет мировая мафия. Десять человек всю экономику взяли на себя и мучают весь народ, скоты. Кто бы их расстрелял из автомата, приехал в Англию. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Что есть благостные идеи, есть невежественные, есть страстные. А что такое благостная идея? Лев Толстой давно всем сказал. Он говорит, самый лучший способ настроиться на то, чтобы сделать мир в своем сердце, и тогда весь мир перевернется для тебя. Понимаете? Мудрейший человек. Как это работает, я вам сейчас объясню. Это объяснено в священных писаниях. Когда человек начинает над своим сердцем работать, он в глазах видит чистоту. В близких людях начинает замечать хорошее. Начинает раскаиваться в том, что он плохо себя ведет. Он видит в себе недостатки, а не в других. Если кто-то не так сделал, он себя винит за это. И он всегда счастлив, потому что он видит только благодарные лица перед собой. А если кто-то не так себя ведет, он просто как бы понимает, что человек что-то недопонимает. И не общается с ним слишком близко, не трогает его. Потому что благостный человек не привязывается к людям, он только служит. Непривязанный человек, он спокойно ко всему относится. А страстные люди, так как они ищут счастье от близких, они привязываются очень сильно друг к другу, и в зависимости находятся друг к другу. Вот эта женщина почему так сильно страдает? Потому что у нее сильная связь с мужем. Связь какая? Она зависит от его настроения. Представьте вот женщине, как жить, если мужчина уходит на целый день и молчит. Это уже ужасно. Она хочет жить в отношениях женщины. Она не может терпеть вот это вот, понимаете? А он почему молчит? Потому что мужчине нужен покой в доме. А женщина, если постоянно обижена, она не выдерживает этой нагрузки психически. Ему легче одному быть, чем с такой женой. Понимаете, почему вот так все происходит? Потому что люди все в страсти живут только для себя. Они тотальные эгоисты. И сами об этом, кстати, не знают. Они искренне считают себя хорошими. Я вот с Олегом Геннадьевичем всю жизнь не для себя живу. А человек, который всю жизнь не для себя живет, никогда не хвалится. Никогда не говорит «я, я». Он очень скромно себя ведет обычно. Не сильно себя считает крутым. Благостный человек себя считает грешным. Страстный человек себя считает праведником. Неверственный человек себя считает Богом. Чего ты тут пришел, за стол сел, начал нам гнать? Кто ты такой вообще? Такая система. Что делать? Надо со святостью свои отношения устанавливать. С чистотой человеческой. Когда человек с чистотой контактирует, сердце очищается, все постепенно, вот этот концерт начинает скрываться. Мы начинаем видеть, как люди друг к другу относятся и так далее. То же самое даже, кстати, в бизнесе, в управлении фирмой. Тоже постоянно враги, да? Враги кругом. Эти мешают, те мешают. Ты просто собери всех, начни людям служить своими словами, общаться с ними, разговаривать, слушать их мнения. Просто у них там, конечно, бардак, там они не знают, как правильно делать. Но ты их просто выслушай всех, и они тебя начнут уважать и разрешат тебя управлять фирмой. Ну просто собери их, послушай. Ну сделай так, чтобы все сердца открыли. Может быть, они поймут, как правильно все делать уже. Просто потому, что они выскажутся. Почему мы не хотим их слушать? Нет, это неправильно, это неправильно. Потому что мы идею ставим выше человека. Страстный человек. Идею ставить выше человека. Религиозные фанатики. Всех расстрелять, наша вера лучше. Видите, идея выше человека. Или просто люди категоричные. Эти плохие, эти плохие, мы хорошие. Идея выше человека. Почему мы хорошие? Потому что мы знаем, как жить. Понимаете, идея выше человека означает страсть, благость. Человек выше идеи. Мы всегда стараемся человека понять прежде всего. Не важно, какие идеи он говорит. Не важно. Главный человек. Страсть часто под личиной благостью скрывается. Мясо перестал есть, начал гордиться собой. Все мясоеды, козлы. Все то же самое фактически. Только уже без мяса. Или там веру какую-то принял. Там два пальца, не три. Всем два. Вот. Или наоборот, три. Вот все остальные там мракобесы. Это страсть под личиной веры уже, понимаете? Благость, она человека ставит выше. У меня есть своя вера, но я люблю людей. Я хочу, чтобы они все были счастливы. Кто-то верит так же в Бога, как я, кто-то не так. Я уважаю чужие веры, я хочу их понять. Мне их трудно понять, потому что не моя вера. Но я пытаюсь. Какие-то крупицы знаний об этом я получаю. И я счастлив, что у меня есть образованность в этом вопросе. Также я хочу понять своего близкого человека, потому что близкий человек — это неизведанная область совсем. Чем ближе человек, тем больше тайна, кто он такой. Почему? Потому что близкие отношения увеличивают привязанности, а привязанности увеличивают слепость. Когда я привязан к человеку, что я в нем вижу? Только то, что меня наслаждает, и то, что меня угнетает. Все. Я не вижу личность. Я вижу только то, что со мной связано. Этот человек грубит — все, он грубый. Этот человек относится ко мне — все, он ласковый. А его психику я не знаю. Все, что за этим рычагом находится, я не понимаю, не вижу, не знаю. Понимаете? И когда кто-то мне говорит, а у тебя добрый муж, ты откуда взяла-то? Ты с ним жила? Да он по-доброму со всеми разговаривает. Да? Поживи, узнаешь, по-доброму или нет. Понимаете? То есть вот полная, вообще полная безмозглость создается из-за привязанности. Все вот эта сила, я хочу наслаждаться кем-то. Это страшная вещь. Она сразу разрушает знания об этом человеке. Люди живут друг с другом по 10 лет, не знают друг друга. Потом они чуть-чуть отвязались друг от друга, встретились через 5 лет. Поговорить просто. Блин, Бог ты мой. Ведь я ведь не знал, что ты такой человек. А я не знал, что ты такой человек. Может, давай начнемся сначала? Нет. Что-то страшно. Начни сначала, пусть не везет подчас. Не верь отчаянию. Я говорю про семейные отношения в семье. Влюбись, как в первый раз, в свою жену. Понимаете? То есть, надо понять, что благость, вот это когда мы... Спасибо вам большое. Спасибо. Благость, когда мы понимаем, предполагаем, что я не прав. Страстные люди даже не предполагают, что они не правы. Благостный человек, когда ему больно, должен предполагать, что я не прав. Когда человек в страсти, он не может терпеть боль, потому что духовной силы не хватает. Нет молитвы, нечем наполнить свою чистоту, себя чистотой. Почему страстный человек не принимает? Потому что нет внутри счастья. Чем больше внутри счастья, тем легче прощать обиду, боль. Боль ложится на счастье, легче жить. Когда человек, обиженного человека выслушал, может быть, он прав. Надо поговорить с ним в спокойном состоянии. Не как сейчас. Потому что в спокойном состоянии можно выяснить истину. И начинаешь спрашивать, а почему ты так думаешь? Почему так? Может быть, это так. А может быть, это так. И постепенно истина вскрывается. Понимаете систему? Но вот это такое по душам от общения только в благостной среде возможно. Вот если есть алтарь дома, освященная пища, духовная музыка, тогда можно такую речь вести. Потому что когда речь начнется, привязанности начнут колоть. Все равно эмоции у женщины вспыхнут. У мужчины грубость, твердость. И так начнет по сердцу бить, по мозгам. Женщине по мозгам, мужчине по сердцу. И когда звучит духовная музыка параллельно, человек в этот момент настраивается уже не на разговор, а на духовную музыку. И раз, опять полегчало. Продолжаем разговор. И постепенно вот эта волна грязи уходит, и начинается нормальная беседа. Но если один человек в благости стремится, а второй в страсти находится, беседа все равно невозможна, потому что он второй начнет обвинять, мучить, колоть, бить. Поэтому даже она не нужна. Если вы хотите случшить отношения, просто занимайтесь духовной практикой дома. Постепенно атмосфера будет чище, и человеку будет спокойнее. Вот как близкому человеку становится спокойнее? И просто ты молишься, а ему спокойнее, потому что люди живут в сердцах. Мое сердце и его связаны друг с другом очень сильно, даже если я об этом не знаю. Вот женщина вот с волосами, да, на втором ряду, да. Вы сейчас связаны с человеком, которому очень больно. И вам тоже больно от этого. Да, я его чувствую. Но когда вы смотрите на меня, так как я молюсь каждый день, и мне не больно сейчас, я испытываю счастье от отношений с этими глазами, много глаз любимых. Ему тоже сейчас меньше больно. Понимаете, когда люди строят правильные отношения, то боль у всех уменьшается сразу. Потому что истина в любви. Человек живет для любви, для настоящей. Настоящая любовь — это служение. Настоящая любовь — это служение. Когда мы слушаем друг другу, то боль вся останавливается в наших сердцах. А мы связаны со всеми родственниками. Даже собачка, которая там, допустим, у кого-то умирает, она тоже связана с нами. И испытывает спокойствие, если мы молимся. Поэтому, понимаете, единственный выход в этой жизни — это связывать себя с чистотой человеческой. Вот такие разговоры, как мы сейчас ведем, возможны только в благостной среде. Почему люди не находятся в таких беседах? Потому что очень мало людей хотят передавать эту благость. Часто люди создают религиозные какие-то группы, и они замыкаются в этом общении. Им хорошо, и они никуда не лезут. Дичают чуть-чуть. Человек должен быть членом мира, он должен быть человеком общества, он не должен быть дикарем. У меня есть своя вера, я никогда об этом не говорю. Я хочу, чтобы люди научились понимать, как правильно жить. Кем бы они ни были, где бы они ни были, как бы они ни жили, не имеет значения. Потому что все люди по факту, по сути, они одинаково хорошие. Просто людям не хватает знаний, и все. Почему мы колем друг друга? Потому что мы не знаем, как жить просто в этом причине. Не потому что мы враги, надо нас расстрелять, там кого-то повесить. Просто мы не знаем, как жить, и все. В этом проблема. Нет врагов здесь. Есть только знания и невежество, и все. Скажите, пожалуйста, как сохранять позитивный настрой? Я об этом только и говорю. В жизни постоянно сталкиваемся с жестокостью, ложью и так далее. Многим хочется помочь. Это хорошо. Это правильное состояние. Но надо понять, что жестокость, а эта ложь идет от того, что у меня сердце сначала изнутри, из глубины психики человека, которого он себе не знает. Идет посыл на это, а потом идет ответ. Даже я не знаю, когда начинается ко мне меня буча какая-то. Я даже не знаю, откуда это пришло, но в молитве я начинаю чувствовать, где из сердца у меня вышло, что вот такое началось. И начинаю раскаиваться. Прежде всего человек должен признаться, что он виноват. Если на него начинать, то так гнать. Надо сказать, да, я виноват. Если сразу успеешь, когда на тебя начинают нападать, сразу останавливается ситуация. Сразу легче становится. Не успел, больно стало, обиделся. Отойди, помолись, успокойся. Продышись, победи судьбу. И тогда ты поймешь, что человек просто помогает тебе выполнить твою судьбу. Если я просыпаюсь, девушка, в 3.30-4 утра, но при этом вставать лень. Нужно ли вставать? Любой девушке лень вставать. Почему? Потому что женское тело очень расслаблено по природе. Оно очень мягкое, расслабленное. Потому что оно женское тело, не мужское. Очень расслабленное, спокойное, самодовольное такое тело. Счастливое. В энергии любви оно купается, женское тело. Кровать – самое любимое место в доме и кухне. Там, где энергия любви, это самые любимые места. Легла все, как приросла кровать. И в 4 утра надо вставать. Послушал этого очкарика. Теперь в 4 утра надо вставать. А я же женщина. Не понимает просто это. Но если все-таки, тем не менее, как бы вы решили все-таки вставать в 4 утра или в 5, то в этом случае я дам вам несколько советов. Первый совет. Поставьте в будильнике самую вдохновляющую вас духовную музыку, желательно со словами святого человека. Иногда люди вдохновляются, ну, каким патриотическим песням. Я знаю одного человека, он с утра как встает. У него такой хор такой поет, сильный хор такой. Вставай, проклятием заклеменный. И он такой рад. Встает. Встань по-ранче, встань по-ранче, встань по-ранче. Раз встал. Или такое. У меня колокола. Вот у меня там в Эппеле есть колокола. Там перезвоны такие колокольные. Я это включил. Мне нравится. Там тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Пошла служба. Встаю. Надо службу вести. Встаю. Духовная музыка. Вдохновляющая музыка. Молитва. Когда молитва звучит, 10 раз повторите вслух молитву. И вы встанете с постели. Когда разум включается, человек встает в постели. Звук включает разум. Молитва включает разум. Разум включает тело. Начал просто молиться. Шепотом хотя бы. 10 раз повторил молитву. Надо заставить себя повторить 10 раз. Повторил 10 раз молитву, встал с постели. Все. То же самое, не можешь заснуть, повторил 10 раз молитву и заснул, потому что разум выключает ум. Вот и все, очень простая система. Или всем простил, попросил прощения. 10 раз повторил молитву, отключился, все. Система очень простая. Никогда человек не должен сам вставать, его что-то должно поднимать с постели. Вдохновение какое-то должно прийти в сердце, чтобы встать с постели. Не сама, а сила какая-то. Я знаю, некоторые включают лекции, свои любимые. Кто-то мои лекции включает, встает с постели, включает лекцию, она его поднимает с постели, потом будильник звенит, опять лекция про подъем, ранний подъем. Расскажите, пожалуйста, как правильно должны начинаться отношения. Как понять, за кого выходить замуж, из тех, кто за женщиной ухаживает. И главное, как вести себя и какие качества развивать в себе незамужной женщине, девушке. Надо понять, что нет выбора, потому что вот в какой среде ты живешь, такие будут за тебя свататься. Надо поменять среду. Надо сначала выйти из страсти в благость. Если женщина в религиозной среде живет, она уже больше имеет возможности выбрать, потому что все люди верующие. И той же самой дорогой идут, что они. А страстные люди, у них дороги меняются. Вот завышла, как шила в мешке, да, кот в мешке. Вышла как бы замуж за человека, не зная, что такое. Он в страсти находится, он еще не выбрал путь. Ты выбрала путь, тебя понесло, понесло куда-то, а он не хочет так жить. Понимаете? То есть проблема ведь не в том, как совместимость, там, с сексом, как будем. Люди в страсти, они думают вот об этом, о телесной совместимости. А будут у нас денежки вместе с ним заколачиваться, Олег Геннадьевич. Сексом у нас будет получаться? Нет. Детешки будут шлепаться или нет? Вот как не выбрать себе такого, чтобы сексом нормально, денежки нормально, детишки нормально, квартира нормальная, все нормально, чтобы Олег Геннадьевич. Это страсть. Видите, в этом во всем нет развития. Люди не говорят о рукопруге, о том, куда идем. Они говорят о том, как выжить просто. Люди страстные люди просто выживают, как комячки. Они чем занимаются? Сексом позанимались, размножились, норки вырыли, эти щечки наполнили себе. Все нормально в жизни. Стоим, смотрим на всех, на мир с щечками. Если что не так, норку оттуда смотрим. Иногда между собой пошушукались, разбежались по норкам. Жизнь страсти — это полуживотное существование. Посмотрели. Мы смотрим телевизор, они смотрят на мир, на мячки. Мы набиваем кошельки, они щечки набивают. Разницы никакой нет, понимаете? Все то же самое. Очень примитивно. Благостная жизнь — это самосовершенствование. Хомяки не занимаются самосовершенствованием. У них нет для этого разума. Животная форма жизни без разума. Человеческая с разумом. Разум нужен для самосовершенствования, для изменения своей судьбы. Поэтому пока ты в страсти живешь, у тебя неправильные интересы, не надо думать о замужестве. Нужно сначала очистить свое существование. Чем заниматься незамужней девушке? Учиться молитве, искать свою веру, развивать себя как личность, очищать свое существование. Потому что какая ты, такого ты себе человека найдешь. Все очень просто. Вот насколько я развилась, чтобы замуж выходить, подумайте. Я, Олег Геннадьевич, вот так вот уже развилась, хочу мужа. Хорошо, давайте смотреть. Если никто не клеится, значит, вот так не развилась. Почему? Потому что очень просто. Если роза растет посреди дороги, неужели ее не сорвут? Да сразу прям сорвут, и все, и она будет чья-то. А если вонючая колючка растет возле дороги? Ее все обходят постоянно. Ну, то есть надо стать розой. Так или нет? Надо отдавать, не себе хотеть счастья, отдавать его всегда, учиться. Пахнуть надо счастьем. Женщина должна, женщина состоит из красоты, из энергии любви. Но эта энергия может в двух направлений двигаться. Или в меня. Это значит, что никому. Я хочу счастья, мне плохо. Мне хочется хорошо жить. Что все у меня нормально, у меня, что все нормально было. Ну, некрасивая, значит. Она вроде бы красивая, но... Не тем пахнет. Надо поменять запах. Надо начать служить другим своей красотой. Это очень больно женщине. Мне никто не служит, а я должна служить. Женщина в страсти размышляет. Надо начать молитву. Меня никто не любит, я должна любить. Надо начать молитву. В молитве сердце переворачивается и хочется служить всем. Заботиться обо всем, думать обо всех. Желать всем счастья. Постепенно запах изменяется. Она становится сладкой. Как только чуть-чуть пошел аромат, сразу приклеиваются. Теперь ты можешь понять, какая ты. Допустим, приклеился. Хотел, допустим, высокого, красивого. Приклеился некрасивый, но высокий. Или низкий, но красивый. Значит, не доработала, что-то не доделала. Надо дальше развиваться как лично. Чем женщина развивается, меняется от людей вокруг нее. Женщина же себя всегда считает хорошей. Она же плохой не может быть. А как определить, какая ты на самом деле? По этому метр с кепкой достался, значит, что-то не то может быть. Или какой-нибудь там это. Синячок. У женщины же все недостатки скрыты внутри, а все самое хорошее снаружи. У мужчины все самое плохое снаружи, а все самое хорошее внутри. Поэтому у женщины две вещи нифига не понятно. Первое, непонятно, почему у меня такую хорошую замуж не будет. И второе, непонятно, почему такие дураки попадаются. Видите, чтобы выйти из этого состояния страсти, неведения, для этого нужно молитву читать. Молитва дает возможность женщине понять свои качества, понять, как очистить свое существование. Понять, когда приходит время уже выходить замуж. Когда вышла замуж, не надо думать, ой, Олег Геннадьевич, если б я знала, что как надо жить, за этого дурака-то я не вышла бы никогда. Замуж вышла, все, меняйся вместе с ним. Молись им, твой близкий человек. Это лучше, чем нового искать какого-то. Свой есть уже, вот его меняй. Любой человек может поменяться. Думайте о Боге, молитесь, желайте всем счастья, работайте над собой. Близкий человек меняется, но медленно. Так же, как ты медленно меняешься, но ты думаешь, что ты быстро меняешься. На самом деле, тоже медленно. Одна девушка ко мне подходит, у меня такой дурак, Олег Геннадьевич, вообще, не могу. Он здесь, да, ну вместе подойдите, подошли. Смотрю, он уже нормальный парень, уже занимается, работает над собой, идет вперед. Мало. Я уже три года молюсь. Результаты низкие. Чего заслужил, то и получил. Чего беспокоиться об этом? Результаты низкие. Хочется всегда больше, что делать. Как лучше кушать женщинам и девушкам на ужин? 18, 17, 18 часов. Есть ли разница, зима или лето? Вы все равно не будете 18, 17 кушать. Нажеретесь, надо спать, ляжем. Человек ведь кушает не потому, что он просто котел покушать, покушал. Страстный человек не разум же заставляет кушать, а чувство. Когда ум истощается, нет силы, энергии в уме, то хочется кушать. Страстный человек очень много, так как он в дисбалансе со средой живет. Страстный человек постоянно сражается за существование, у него конкуренция. Благостный человек ни с чем не сражается, он всегда принимает судьбу и желает всем счастья. Он терпит свою боль, отрабатывает ее, поэтому у него немного энергии тратится. Он может контролировать свое питание. Страстный человек не может контролировать свое питание. Ему хочется кушать вечером, чтобы вся энергия кончилась, все. А мужчинам вообще жрать хочется вечером, а не кушать. Поэтому что делать? Вечером надо есть, допустим, если человеку очень жарко в жизни, по жизни жарко, он ест фрукты, охлаждается. Фрукты охлаждают. Если человеку холодно по жизни, он есть овощи. Если человек полнеет постоянно, он ест сырую пищу, салаты какие-то вечером. Вот такая система. Ну то есть вечером надо есть легкую пищу всегда. Нельзя зерновую, нельзя маслянистую пищу есть, нельзя острую кислую саленую жареную, она должна быть пресная. Можно вечером пить перед сном молоко, оно успокаивает с медом. Но лучше всего хорошо покушать в обед, чтобы вечером не хотелось. Если накушался, вот и меня накормили сегодня так, что еле со стола встал. Вот. Накушался и свободен. В обед. Мужчине так надо, женщине так не надо, потому что женщина, она подклевывает, а мужчина жрет. Поэтому женщина должна подклевывать, но знать что. Допустим, утром она подклевывает сладкую пищу. Мед. Сладкая, молочная, мед с утра, сухофрукты. В обед побольше надо кушать. Вечером овощи или фрукты, или молоко. Овощи тушеные, не помидоры. Вот. Помидоры очень активная пища, она перевозбуждает. Кабачки, тыкву, свеклу там тушить. Капуста тоже сильно разжигает пищеварение. Поэтому вот кабачки, тыква, свекла, картошка там, что-нибудь вечером такое попроще. Хлеб не надо есть утром и вечером. Она тяжелая пища, плохо переварится. Орехи можно с утра есть. Вечером орехи не всем подходят. Может, плохо сон нарушит. Чай всегда вечером надо пить. Всегда траву успокаивают. Травы по запаху подошли. Легкий, свежий, приятный запах, значит, вам подходит. Теплый запах, неприятный. Острый там какой-то, жесткий, грубый, не подходит. Понюхали сначала, потом заварили, если подходит. Свежий, легкий, приятный запах, прохладный запах подходит. Как найти свою веру? Существует ли универсальная молитва? Как это, когда я изучал компьютер, я нашел Windows для чайников? Как найти свою веру? Универсальная молитва для чайников. Отверждение. Не торопитесь. Вот смотрите, я желаю всем счастья, это молитва. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И просто начните жить правильно. Придет время, вас потянет туда-сюда. Вы почувствуете, когда человек раскрывает свое сердце. Вера — это что такое? Это отношение. С Богом только уже. Вкус отношений начнет чувствоваться. Потянет куда-то. Потянет. В какую-то веру потянет. Раз сходили, посмотрели. И понравилось, дальше ищем, изучаем. Настраиваемся на святого человека, молимся. Неважно, из какой веры. Любого святого человека. На святость настроился, тебя потом дорожка выведет. Потому что у человека много жизней уже есть поклонение какое-то. Оно же спит в сердце, оно никогда не забывается. Мы просто к этому не обращаемся. Придет время, все раскроется в сердце. Не надо торопиться фанатично. Оп, Олег Геннадьевич сказал такую веру. Понеслась. Ну хорошо. Кто не замужен, поднимите. Так, вы не замужен. Кто не женат, мужчина. Вот вы с ним будете. Вот вы с ним будете. Посмотрев. Ну, вы хоть смотрите, хоть не смотрите, все равно не будете. Потому что испугалась. Почему? Потому что так же это не делается. Для того, чтобы замуж выйти, нужно изучать это все. Изучать человека, познакомиться там, общаться какое-то время. Понимаете? Но люди, когда женятся, это на одну жизнь. А вера на много жизней. Так почему тогда мы веру так слепо выбираем? Олег Геннадьевич сказал, такая молитва. Все, все вперед, все в этой молитве. Нет, так нельзя. Надо выбирать, изучать, думать, общаться. Потом выберется вера постепенно. Со временем. Не надо торопиться в этом вопросе. Субтитры сделал DimaTorzok